Карамба ТВ представляет Привет, друзья! С вами снова Денис Семенихин, и я уверен, что настало время продолжить наши серьезные фитнес-тренировки. Вы часто просите делать упражнения без использования какого-то специального оборудования, которое можно найти лишь в тренажерном зале, или даже гантели, или специальных скамеек. Поэтому сегодня я буду показывать вам упражнения, для выполнения которых не нужно вообще ничего. Я только что отыскал где-то тяжелый камень, весом приблизительно килограммов сорок, он был покрыт грязью, я его чуть-чуть помыл, протер, и теперь этот камень готов для выполнения упражнений с ним. Сегодня я покажу вам опять сочетание нескольких упражнений, и тренировать мы будем грудные мышцы и дельтовидные мышцы. Своего рода супер серии, но не совсем. Я расскажу подробнее. Давайте начнем. Жим лежа. Выполнять я его буду с камнем, весящим, как я уже сказал, наверное, килограммов сорок. Основная задача здесь, конечно, закинуть этот камень, для того, чтобы занять стартовое положение. Важным в этом упражнении является выдох, момент подъема, дальше, естественно, мне приходится тратить дополнительные силы на то, чтобы удерживать этот камень в руках, плюс стабилизирующие мышцы работают, так как, поверьте, держать камень, это не то, что держать гриф в штанге. То есть камень держать значительно сложнее. Я вам могу сказать, уже с самого начала чувствуется то, что трицепсы напрягаются достаточно сильно. Можно взрывом делать раз по 5-6, потом брать небольшую паузу, растянуть грудные мышцы внизу, почувствовать все работающие мышцы, и потом еще взрывом сделать раз 5-6. Вот так. И когда уже чувствую, что мышцы забиваются, оп, и тут же упражнение на добивание. Добивающим будет отжимание узким хватом от скамьи, и поверьте, здесь уже сразу следом после жима с камнем не придется сделать много, да и не удастся сделать много. Опять же, совмещаем отжимания с мощным выдохом и фокусируем энергию и внимание на внутренней части грудных мышц и на трицепсах. Вот и все, кстати. Дальше расслабить мышцы чуть-чуть, потому что сейчас мы продолжим эту серию упражнением для дельтовидных мышц, поэтому немножко надо расслабить грудь от трицепса. Теперь будет, оп, будет жим над головой. Нелегкое это дело. То, что сегодня я показываю, нельзя в чистом виде назвать суперсерией. Это скорее сочетание или мини-круг из четырех упражнений, которые тренируют соседние группы мышц, то есть грудные мышцы и дельтовидные, и трицепсы. Они все, в общем-то, располагаются мало того, что по соседству, но и участвуют, дополняя друг друга в одних и тех же движениях. В жиме обязательно работают грудные мышцы и передние пучки дельтовидных. В жиме над головой работает верхняя часть груди и опять же дельтовидные. Трицепсы работают и там, и там. То есть мы в целом этими четырьмя движениями, четвертое еще будет, мы пробиваем единую область, тем самым достигая глубины и проработанности всей этой, всего этого мышечного альянса, скажем так. Ладно, хватит разговаривать. Так, и вот теперь пора добить. Добью я своеобразными отжиманиями головой вниз. Да, дельтовидные мышцы. Не важно сколько раз. Меня совершенно не волнует, что сейчас в этих отжиманиях после двух жимов над головой с этим камнем, после двух подходов, я сделал лишь там пять или четыре или шесть отжиманий. Важно то, что мышца интенсивно нагрузилась. К чему я вас призываю? Интенсивно тренируйтесь. Сочетайте упражнения в группы. Тренируйте соседние группы мышц, для того, чтобы разделения между ними становились глубже. Ну и естественно, смотрите дальше мои программы. Удачи! И я уверен, что настало время продолжить наши серьезные тренировки. Уже не на пляже и уже не с какими-то... С девушками! Не с какими-то там девушками, да. Бе!